Наш спецпроект «Чтобы помнили» продолжает рассказывать о судьбах людей военного времени. Сегодняшний спецвыпуск о Петре Трофимовиче Шенкевиче, ветеране Великой Отечественной войны и Златыгалич. До войны я жил в деревне Барладулино Крапивинского сельского совета Оршанского района Витебской области. В 1944 году я ушел на фронт артиллерийский полк 62-й стрелковой дивизии 31-й армии. Во время моих действий на батарее я был наводчиком 76-мм дивизионной пушки. От точности его действий зависело многое. Команда состояла из трех человек – подносчик снарядов, заряжающий и наводчиков. Ужасные бои происходили при переходе к границе в Ассаджской профсии, то есть Германии. Мы перешли границу без особых боев. Дни прошли километров пять не более за границей на территории Германии. А потом они бросили, бросили у нас контраатаку, сильную контраатаку с танками и самоходками. И нас отбросили обратно за границу. И мою пушку СВ-29 полностью разбита была. Сильные бои были при освобождении города Летцин. После боев были сильные при освобождении города Хейнигенбайль. Это на берегу Балтийского мора, рядом с Кендерром. Рядом почти. Там коса от Кендерра идет по мору Фриджафа, так называются. По этой наиболее Косевской апельсис, многочисленные силы немецкие, военные силы, гражданские. Там мы били по ним Косев прямой наводкой. Там было месиво, неизвестно какое, на этой Косев. Ну, сильные бои были вообще там в Восхарственной Пруссии везде. Потому что Восхарственная Пруссия была так приспособлена к обороне, к тому, чтобы не допустить вторжения наших советских войн. Каждый, говорили, Кус, он готов был дать отпор врагу. Но этого не получилось. Враг, хотя с большими потерями, его, но и нашим большим потерям, был издан из Восхарственной Пруссии. 7 апреля 1945 года мы полностью закончили Восхарственную Прусскую группировку. То есть Восхарственная Пруссия уже была полностью занята нашими советскими войсками. После освобождения Восточной Пруссии 62-ю стрелковую дивизию направили в Чехословакию поездом продолжать воевать с врагом. Здесь же узнали о победе. В Чехии, я помню, мы стояли в какой-то небольшой местечке, я вам не знаю, и солдат наш забрался на костер, на высокую звонницу и начал кричать «Победа! Победа! Победа!» Чувство радости переполняло. Затем, говорит Петр Трофимович, их перекинули в Венгрию, где бои продолжались до тех пор, пока полностью не разгромили врага. Враг был разгромным, основательным. Наводчик, я прямо скажу, что был. Вот сразу получил орден славы, 30 степей, вот он. Орден, медаль за славу получил. За то, что я был наводчиком такой пушки. Имеются и другие, не менее важные военные награды. В сентябре 1945 года вернулся на родину. В мирное время часто встречается с детьми, с молодежью, рассказывает о своем военном пути. И всем желает, чтобы ни дети, ни внуки не познали ужасов войны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!